йоу ребят всем привет сегодня будет довольно интересный ролик довольно интересный эксперимент напишем бит используя только 3x osc ну только конкретно из синтезаторов потому что для сведения мы все-таки будем использовать сторонние плагины у нас получится что-то такое виртуальное в стиле лил узи в стиле плейбэк карте и принципе в стиле платины что же давайте приступим закажи свой уникальный войс так и получила за один день ребята из команды войс так шоп уже не первый год делают войс теги для битмейкеров что вы получите при заказе войс тега они сделают обработку по вашему пожеланию любая подача интонация женский или мужской голос сухая дорожка записанным материалом в подарок срок выполнения заказа 12 дня ссылка в описании смотрим звуки которые подобрал это у нас 33 x osc что по сути нам надо в 3x osc в каждом из них я подключал все остальные осцилляторы делается это вот так просто вот эти вот крутилки вниз это по сути микс самого осциллятора то есть так он на сто процентов работает так на 50 а так на 0 нам во всех надо открутить на 0 вот в первом я выбрал треугольную волну звучит она вот так во втором я выбрал квадратную волну звучит она вот так довольно острое такое звучание громко и в 3 снова треугольная и по сути вот эти крутилки я не трогал потому что опять таки нам нужна только волна. Далее у нас идет 808, сразу ставлю cut itself, kick, хай-хет. Вот такой вот довольно грязный перк, но ничего страшного. Вот такой вот барабан, snare, clap и open head. И сейчас из всего этого напишем бит. Начнем с главных аккордов. Но прежде чем начать написание, давайте выставим 146 bpm и вот здесь выберем scale. Это у нас D minor natural. Да, и кстати забыл, вот здесь у нас тоже есть звуки, это plug effects, мой любимый, очень громкий. Вот такой вот звук. Здесь мы немножко открутим smp start крутилку, чтобы у нас чисто остался вот этот звук. Далее крэш из покаен фризи, узиверт крэш. И вот здесь мой тэх, но это в принципе абсолютно не важно. Все, вот теперь приступим к написанию мелодии. Пропишем басовые ноты, это у нас естественно D корневая нота. Сократим ее вот так вот. Далее у нас уходит на C4, потом на А-шарп 3 и потом на А3 просто. Пока что это звучит очень странно. Начнем строить аккорды. Здесь очень применимы знания из моего ролика про написание мелодии. Кто его вдруг не видел, переходите по подсказке в углу и посмотрите. Очень полезный информативный ролик. И вот здесь тоже строим вот такой вот аккорд. И дублируем вот эти вот две нотки. Слушаем, что получилось. Теперь берем средние ноты. Опять-таки эти знания, эти приемы я показал в ролике про написание мелодии. С зажатым контролом и стрелочку вверх переносим на октаву вверх. Все, теперь звучит как-то более интересно. Добавим дополнительных вот таких вот промежуточных ноток. И вот этот вот аккорд мы продублируем, чтобы создать такой ритм дополнительно. Все, в принципе, основная мелодия готова, наши аккорды. Дублируем. И здесь во второй половине без изменений. Далее переходим к следующему звуку. Здесь мы сделаем такое арпеджио. Начнем с ноты D5. И велосити сделаем процентов на 28. Здесь нотку опустим вниз. Нет, все-таки вот здесь. И опять-таки просто дублируем этого вторую половину. У нас уже создается такой крутой ритм. И добавим еще верхних ноток. Это у нас F5, G5, A5 и C6. И вот здесь в конце G5. Все, клонируем, но во второй половине мы добавим изменений. Вот такой вот лесенкой вниз уведем мелодию. И у этих верхних нот сделаем велосити побольше процентов на, давайте, 45. Переходим к третьему синтезатору. Здесь у нас первая нота будет G6. Велосити также ставим на 45 процентов. Далее уходит на F6 и на G6 снова. И вот эти вот нотки сделаем чуть подлиннее, но не слишком длинно, просто чуть длиннее, чем вот эти вот. Пока что это больше похоже на какую-то музыку из игры Dendy, но именно сейчас мы займемся сведением, и это будет звучать куда лучше. Выделим все это, да, и закинем на групповой канал. В данном случае я выбрал 20, как обычно по классике. Сразу параметриком срежем низ. Далее накинем Fab Filter Saturn и здесь выберем пресет Mastering Faster Master. И Valhalla Vintage Verb с пресетом Ambience Large Ambience. Здесь сразу микс откручиваем на 30 процентов и Size выкручиваем на 100 и Low Cut. Теперь это звучит пободрее, но надо все-таки сделать баланс громкости. Первую мелодию опустим на минус 7,4 децибел, вторую на 4,5, а третью на 4,8. Вот уже звучит куда круче. Давайте отключим обработки. С обработками прям вообще балдежно получается. И на второй канал накину Fruity Delay, Delay 2, здесь Time Two Steps, Ping Pong и открутим Volume. С делаем звучит поживее. И на первом канале тоже давайте накинем параметрик. Подсрежу немного вот эти частоты, добавлю верха. И сюда тоже параметрик. Срежем вверх. В принципе все, остановимся вот на таком варианте сведения. Давайте на мастер сразу закинем Fruity Soft Clipper и Multiband Compressor с пресетом Mastering 2,4 децибела. И выключим лимитер. И приступим к написанию драм-партии. Расставим клэп. Все-таки громко, слишком мелодия играет. Давайте еще сделаем потише вот здесь. Вот так получше. Громкость клэпа выкручу на максимум. И вот здесь давайте у Open Head сделаем настройки Envelope. И где-то вот здесь добавим таких два коротеньких Open Head. И вот обратите внимание на Velocity. Сделаем его поменьше. Процентов на 65. И наверное все-таки еще покороче. Добавим Snare. Йоу, вообще круто. Создается такой ритм от Snare. И в конце вот такую вот небольшую пробежку из барабанов. И вот сюда перкуссию на начало. 808-й. Здесь я Velocity выкручу на максимум. И, собственно, пропишем партию этого 808-го. Как обычно, ориентируясь на басовые ноты. Только вот здесь вот ноты уходят слишком низко. Я не люблю писать бас, когда он уходит ниже, чем C5. Ну, максимум вот на B. Так что поднимем на октаву вверх. Йоу, круто. Теперь добавим кик. Кик у нас тоже не должен играть прямо вместе с басом. Пропишем его так, чтобы создавался еще больше дополнительный ритм и больший кач. Чё, вот так вот. Кайф. И во второй половине сделаем так, чтобы кик не играл. Просто не будем его прописывать. И у нас остается хай-хет. Идем, как обычно, уже по классике можно сказать. Несколько видосов подряд я так делаю. Иду. В пак я на фризе. Формула One Shot Kit. И здесь беру какой-то MIDI пресет. В данном случае это шейки. Шейки. Да, вторую половину просто убираем. И мне немножко не нравится, конкретно в этом случае, что идет триолями. Хей-хет. Сделаем его в одной четвертой. И, наверное, вот эти вот моменты. Тоже поубираем. Вот, как-то так. Давайте сделаем также сай-чейн. Закинем, в принципе, все ударные на мастер. И сделаем сай-чейн. На kick накинем. Fruity Pick Controller. И сделаем вот так вот. Правой кнопкой по крутилке громкости. Link to Controller. Выбираем. Pick Control, Pick LFO. И здесь Inverted. И делаем вот такие вот настроечки. Bass давайте все-таки сделаем не в ноль. Потому что бас слишком громкий. И Decay на максимум. Мне очень нравится, как в конце паттерна бьет вот этот вот барабан. Вообще очень балдежно получается. Йоу, кайф. В принципе, ребят, все. Теперь приступлю к аранжировке. И покажу вам уже окончательный результат. Собственно, ребят, вот такая вот аранжировка у меня получилась. Какие тут есть интересные моменты. Вот эту вот дополнительную мелодию. Вот так вот она выглядит полностью. Из нее я, получается, не то чтобы вырезал. Просто сократил до вот такого вот размера. И у нас получается чисто вот этот вот звук. И вот на начале я его вставил вот таким вот образом. Также добавил вот этот вот барабан. Который играет, как по мне, ну просто огромную роль. Он очень круто звучит. И вот эта вот перкуссия. Вот этот вот тоже Plug FX и Crash. Я сгруппировал на 13 канале. И накинул RC20. Добавил Space на 30% и ширины 160. И также вот срезал низкие и средние частоты. Оставил только верх. То есть очень крутой ритм задает этот звук. И вот здесь, перед дропом. Казалось бы, это дроп, но это не дроп, потому что вот. Сократил в два раза. Давайте лучше послушаем. Казалось бы, да, сейчас будет дроп, но нет. У нас здесь пауза. И вот только сейчас дроп. Очень крутой ритм задает. Прям мега кайфово. И также, да, по такому же принципу. Сократил вот мелодию до такого размера. Получается вот так вот, да. Оп. И мелодия затихает. Остается только аккорды. И дальше вот так вот она играет, играет. Здесь вот крэш. И опять-таки пауза. Пауза в драм-партии. Но не полностью. Здесь у нас остается клэп и open-head, по сути. И перкуссия. И уже вступают все наши мелодии вместе. И под конец, под конец, что у нас тут интересного. Слушаем. Все, конец бета. Получается у нас просто. Могло быть вот так вот. Тоже неплохо, но я взял аккорды. И взял вот этот вот первый аккорд. Просто сократил. Оп. Круто получилось. И также, да, дополнительную мелодию вот этот вот конец. Так звучит куда круче концовочка. Вот, ребят, в принципе, все. Особо больше никаких моментов я не могу выделить. Потому что вроде бы все объяснил. Я, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Как по мне, получилось очень забавно. Казалось бы, 3x OSC, да. Но биток получился реально крутым. Такой виртуальный, качевый, крутой бит. В стиле или лузи. В плейбэк-карте платина, как я уже говорил в начале. Если вам, ребят, понравилось это видео, то не забудьте проявить активность в виде лайка, комментария. Подпишитесь на канал, если вы вдруг не подписаны. И также можете, ребят, поделиться этим видео с вашими друзьями, знакомыми, товарищами. Будет очень здорово. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем удачи и творческого вдохновения. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok